всем привет меня зовут марина и мы с вами находимся на канале о вязании сегодня в этом видео предлагаю вместе со мной связать вот такую вот красивую и очень теплую шапку данную шапку в мастер-классе мы будем вязать из пряжи пух норка данную пряжу я покупала лично сама на вал берез поэтому если кому-то нужно ссылку я оставлю ниже в инфобоксе метраж у данной пряжи будет идти на 50 грамм 350 метров и вязать эту шапку мы будем в пять нитей три нити это как раз таки я буду использовать вот пух норки и две вот таких вот тонких катушечных ниточки эта нить катушечная идет в комплект каждому моточку для вязания вот этой моей шапки мне было достаточно двух моточков пряжи но я вязала из трех моточков поэтому если вы будете вязать также из двух моточков то одну нить вы просто достанете из середины моточка как я сказала я вязала из трех мотков и после того как я шапку связала я взвесила этих три скажем так уже начатых моточка и у меня осталось где-то примерно около 60 грамм это именно пряжи пух норки после того как шапку я связала я ее также взвесила на шапку у меня ушло 98 грамм пряжи 98 грамм так как здесь у нас идет пряжа и вот пух норки и вот эта катушечная ниточка в два сложения поэтому вы должны учитывать что если вы захотите шапку более высокую и на большую окружность головы то теоретически лучше в запасе иметь 3 моточка шапочку я уже постирала и она у меня высохла и давайте сразу измерим высоту шапки и высота шапки сейчас получается равна 24 вот где-то с половиной сантиметра то есть после стирки высота шапки у меня не поменялось теперь смотрите шапка у нас связано ну вот как бы резинкой один на один но это не совсем идет обычная резинка по лицевой стороне у нас идут вытянутые петли так как смотрите изнаночная сторона отличается от лицевой и скажу сразу что узор вот этот он получается такой достаточно плотной очень то есть абсолютно здесь ничего не просвечивается он такой плотненький получается и не очень сильно эластичный поэтому это также вы должны обязательно учитывать то есть шапка тянется но не настолько эластична как обычная резинка один на один шапочка у нас идет пушистая думаю постирав ее несколько раз этот пушок у нас вылезет еще больше ну вот на данном этапе она у меня выглядит вот так теперь смотрите мы шапку закрываем здесь вот четырьмя клиньями поэтому в тот момент когда мы будем набирать петли для вязания шапки мы набираем количество петель кратные четырем и еще смотрите резинку вот эту в шапке я вязала спицами четыре миллиметра дальше я вывязала фиксированный отворот и после вывязывания фиксированного отворота основное полотно шапки я вязала спицами четыре с половиной миллиметра в мастер-классе я забыла сказать что вот здесь я переходила на спицы большего размера но я эту информацию пропишу и здесь в начале видео проговорю резинка 4 миллиметра основное полотно шапки четыре с половиной миллиметра закрывала петли макушки я на чулочных спицах 4 миллиметра и теперь смотрите если вы шапочку будете вязать также как и я в мастер-классе то есть из той же пряжи и тем же номером спиц то я рекомендую значит смотрите на размер 5254 набирать 96 петель это если вы хотите чтоб шапочка по голове сидела поплотнее и чуть более свободно тогда набираем 100 петель сейчас в мастер-классе свою шапку я как раз таки и вязала на окружность головы пятьдесят два пятьдесят четыре и для вязания этой шапки я набирала девяносто шесть петель если шапку вы планируете связать на окружность головы пятьдесят четыре пятьдесят шесть то соответственно набираем 100 или сто четыре петли на окружность головы пятьдесят шесть пятьдесят восемь набираем сто четыре или сто восемь петель на окружность головы 5860 набираем 108 или 112 петель это если вы вяжете из той же пряжи и тем же номером спиц у меня идет такая средняя плотность вязания то есть я вяжу не сильно туго но и не рыхло поэтому если к примеру вы будете вязать из другой пряжи или ваша плотность будет отличаться от моей то в этом случае я рекомендую связать образец как вяжется этот узор я думаю посмотрев вот начало мастер-класса вы обязательно все поймете связать образец далее образец мастера им здесь как я сказала узор не сильно тянется поэтому особо даже не растягивая мы измеряем ширину образца и далее высчитываем плотность вязания то есть количество петель в одном сантиметре далее количество петель в одном сантиметре ну или вот плотность вашего вязания вы умножаете на окружность вашей головы тем самым вы и рассчитаете какое количество петель вы должны набрать для вязания шапки так чтобы она хорошо и идеально села именно на вашу окружность головы поэтому друзья надеюсь вам нравится данная шапочка и вы сейчас с удовольствием свяжите ее вместе со мной поэтому берем пряжу готовим спицы и приступаем к вязанию вязать шапку как я говорила я буду в пять нитей то есть я сейчас вот здесь берут три ниточки это пух норки плюс две дополнительных катушечных ниточки это та нить которая идет в комплекте то есть три нити пуха норки и две вот таких вот ниточки этих пять нити я складываю между собой и вязать резинку в шапке я буду на круговых спицах диаметр спиц 4 миллиметра длина спиц от кончика до кончика 40 сантиметров поэтому обычным способом набора с помощью длинного хвоста для вязания резинки я сейчас наберу девяносто шесть петель плюс одна петля для того чтобы соединить вязание в круг то есть и того на спицы я сейчас наберу 97 петель на спицы я набрала 97 петель так как резинка в шапке у нас будет идти с отворотом поэтому сейчас в левую руку я беру ту спицу на которой у меня расположены вот кончики нитей и в правую руку я беру вот соответственно вторую спицу то есть я беру вязание вот этим узелковым краем вверх ровно распределяем все петли по всей вот долине спиц убедившись в том что нигде ничего не перекручено и теперь мы будем соединять вязание в круг для этого на левую спицу я снимаю первую петлю с правой спицы и правой спицей я подхватываю последнюю вот набранную петельку это та петля на которой расположены вот все эти кончики нитей далее эту петлю последнюю набранную я протягиваю через только что переснятую петельку вот с правой спицы далее эту петлю последнюю набранную я спустила нити вот я подтягиваю и петлю которую переснимали с правой спицы я возвращаю обратно то есть вот мы соединили вязание в круг и теперь мы будем приступать к вязанию резинки как вы помните резинку мы вяжем не совсем обычную и эта резинка у нас идет одностороннее и нам нужно так чтобы узор наш формировался то есть ну вот в данном случае на обратной изнаночной стороне так как когда мы отворот этот отвернем он у нас будет идти вот именно по лицевой стороне поэтому перед тем как приступать к вязанию первого ряда мы на правую круговую спицу вешаем маркер или нить контрастного цвета которое будет обозначать начало ряда и приступаем к вязанию первого ряда в первом ряду первую петлю я провязываю лицевой а вторую петлю я провязываю изнаночной то есть сейчас в первом ряду мы будем провязывать обычную резинку один на один лицевую петлю я провязываю лицевой изнаночную изнаночной 1 лицевая и одна петля изнаночная лицевая изнаночная так мы вяжем первый ряд до конца провязывая получается обычную резинку один на один лицевая петля изнаночная в конце ряда я провязываю одну петлю изнаночную и это я провязала первый ряд нить контрастного цвета я сейчас перебрасываю на правую спицу и мы будем приступать к вязанию второго ряда во втором ряду лицевые петли мы продолжаем провязывать как обычную лицевую петлю и дальше у меня идет изнаночная петля изнаночная петля мы провязывать не будем мы их будем просто переснимать рабочую нить оставляя перед работой то есть вот изнаночную петлю снимаю рабочую нить оставляя перед работой лицевую провязываю лицевой изнаночную петлю снимаю не провязывая оставляя рабочую нить перед работой лицевая и изнаночную петлю снимаю лицевая изнаночную снимаю оставляя рабочую нить перед работой так мы вяжем до конца второй ряд резинки лицевые провязываем лицевыми изнаночные переснимаем не провязывая оставляя рабочую нить перед работой в конце ряда лицевую петлю провязываю лицевой изнаночную петлю снимаю не провязывая оставляя рабочую нить перед работой и это мы с вами провязали второй ряд и теперь смотрите два ряда которые мы с вами провязали и будут являться рапортом нашего узора в высоту это для вывязывания именно резинки то есть еще раз все нечетные ряды то есть 1 3 5 и так далее мы вяжем обычную резинку один на один лицевые петли мы провязываем лицевыми а изнаночные петли провязываем обычной изнаночной петлей лицевая изнаночная для того чтобы петли лежали ровно и резинка не косилась и самое главное петли провязывать всегда за правую стенку каждый из этих петель у лицевой петли правая стенка сейчас вот расположена перед работой поэтому за переднюю правую стенку лицевую петлю я провязываю лицевой а у изнаночной петли вот она идет у меня правая стенка расположена за работой поэтому за заднюю правую стенку изнаночную петлю я провязываю изнаночной лицевая изнаночная лицевая изнаночная и так далее а получается все четные ряды то есть 2 4 6 8 и так далее мы будем смотрите лицевую петлю провязывать обычной лицевой петлей а изнаночные петли мы провязывать в четных рядах не будем их мы будем просто переснимать не провязывая оставляя рабочую нить перед работой таким образом повторяя вот наше вязание вот этих два ряда которые мы с вами вместе только что провязали мы сейчас вывязываем всю высоту отворота высота этого отворота у каждого из нас может быть разной в зависимости от ваших предпочтений я буду провязывать высоту этого отворота где-то примерно 99 с половиной сантиметров сейчас самостоятельно я увижу нужную высоту далее подключусь измерю провязанный участок в сантиметрах и мы с вами приступим к вывязыванию фиксированного отворота и так вот я провязала верхнюю часть отворота если в сантиметрах высота провязанного участка равна ну вот где-то девять с половиной сантиметров и теперь если посчитать вот эти лицевые петельки но вот с обратной стороны то есть с той стороны которая будет являться лицевой вот прям от начала нашего вязания то есть от наборного вот этого края всего у меня провязано 15 вот этих длинных вытянутых лицевых петель далее я вешаю на правую спицу нить контрастного цвета и теперь смотрите закончила вязание я провязав ряд по кругу обычной резинкой один на один то есть лицевые петли я провязывала лицевыми изнаночные изнаночными и теперь мы с вами приступаем к вязанию фиксированного отворота поэтому сейчас первый ряд фиксированного отворота изнаночные петли я буду провязывать изнаночными лицевые петли я буду снимать не провязывая оставляя рабочую нить за работой изнаночную петлю провязываю изнаночной лицевую петлю снимаю не провязывая оставляя рабочую нить за работой изнаночная лицевую петлю снимаю изнаночная лицевую снимаю оставляя рабочую нить за работой как мы вяжем этот ряд до конца и так вот я довязала ряд по кругу до конца то есть до начала нашего вот вязание нить контрастного цвета перебрасываю на правую спицу и приступаю к вязанию второго ряда фиксированного отворота во втором ряду изнаночные петли я также провязываю изнаночными лицевые петли я снимаю не провязывая оставляя рабочую нить за работой 1 изнаночная петля лицевую петлю снимаю не провязывая оставляя рабочую нить за работой таким образом мы сейчас самостоятельно должны провязать до конца 2 3 и 4 ряд в этих четырех рядах увязывания фиксированного отворота получается изнаночные петли мы провязываем как обычную изнаночную петлю а все лицевые петли мы снимаем не провязывая оставляя рабочую нить за работой изнаночная лицевую петлю снимаю так провяжите до конца 2 3 и 4 ряд и так я провязала фиксированный отворот всего четыре ряда и вот если посмотреть с обратной стороны у нас образовался вот такой вот как бугорок который и будет формировать наш фиксированный отворот после того как мы связали наш отворот теперь нить контрастного цвета перебрасываю на правую спицу и следующий ряд после вот вывязывания этих четырех рядов мы провяжем сейчас обычной резинкой один на один изнаночную петлю провязываю изнаночной а лицевой петлю провязываю лицевой 1 изнаночная петля 1 петля лицевая так мы вяжем ряд до конца провязывая обычную резинку один на один и так я довязала до конца 1 ряд после вывязывания фиксированного отворота и теперь сразу то есть получается после вывязывания этого фиксированного отворота мы будем сейчас формировать вот этот наш узор так чтобы он располагался вот именно с лицевой стороны полотна поэтому вяжем второй ряд нить контрастного цвета перебрасываю на правую спицу и теперь внимательно значит смотрите получается все изнаночные петли мы будем провязывать изнаночными а лицевые петли в каждом получается четном ряду сейчас мы вяжем второй ряд мы будем снимать не провязывая оставляя рабочую нить за работой изнаночные провязываю вот изнаночной лицевую петлю снимаю изнаночная лицевую снимаю оставляя рабочую нить за работой изнаночная лицевую петлю снимаю так мы вяжем второй ряд до конца изнаночные петли провязываем изнаночными лицевые просто переснимаем оставляя рабочую нить за работой в конце ряда изнаночная лицевую петлю снимаю нить рабочую оставляя за работой нить контрастного цвета перебрасываю на правую спицу и приступаю к вязанию третьего ряда третий ряд это у нас идет ряд нечетный поэтому во всех нечетных рядах мы будем вязать обычную резинку один на один изнаночные петли будем провязывать изнаночными а лицевые петли провязываем лицевыми 1 изнаночная и 1 петля лицевая так мы вяжем третий ряд до конца провязывая обычную резинку один на один лицевая и изнаночная петля и так я довязываю до конца третий ряд провязывая обычную резинку один на один нить контрастного цвета перебрасываю на правую спицу и в четвертом четном ряду изнаночные петли я буду провязывать изнаночными а лицевые петли снимаю не провязывая оставляя рабочую нить за работой изнаночная петля лицевую петлю снимаю таким образом повторяя этих два ряда мы сейчас будем вывязывать всю необходимую высоту шапки до макушки до убавок сейчас самостоятельно я вывяжу эту необходимую высоту далее подключусь измею провязанный участок в сантиметрах и мы с вами приступим к убавлению петель макушки и так вот я самостоятельно вывязала необходимую высоту шапки мне до убавок я сейчас отворот отвернула и теперь мы сейчас измерим высоту провязанного участка и вот сейчас получается высота шапки до убавок равна вот если не растягивать полотно ровно мне растянутом виде 19 сантиметров если мы сейчас измерим общую высоту шапки с отвернутым вот отворотом то высота получается равна ну вот где-то 28 сантиметров то есть после того как мы провязали необходимую высоту шапки мы сейчас будем закрывать петли макушки закрывать петли макушки я буду с помощью четырех клиньев я разделила уже полотно шапки на четыре клина теперь расскажу как это делала я для вязания своей шапки на спицы я набирала 96 петель теперь этих 96 петель я разделила напополам то есть сейчас при разделении вот петель шапки на клинья я буду ориентироваться на лицевые вот эти дорожки поэтому петли я разделила напополам на 2 у меня получилось 48 вот лицевых вот этих дорожки теперь мы берем схематически рисуем круг и вот внутри написала что у меня получается 48 лицевых вот этих дорожек у меня будут эти четыре клина один клин 2 вот третий и четвертый клин и вот здесь будет идти начало нашего ряда вот синим маркером у меня отмечен этот участок каждый клин у меня будет состоять из двух лицевых петель ну вот если мы сейчас это посмотрим то есть вот лицевая и лицевая между ними изнаночная петелька то есть именно из двух лицевых петель так как здесь мы ориентируемся только на лицевые петли поэтому мы берем сорок восемь петель и вот по две петли я отдаю на каждый клин по 2 лицевых петли дальше получается сорок восемь минус восемь петель это наших четыре клина получается 40 лицевых дорожек далее 40 лицевых дорожек я делю на четыре части перед зад и две боковые части это получается по 10 лицевых дорожек опять же вот у нас получается 10 лицевых дорожек на перед 10 лицевых дорожек на одну и на вторую боковую часть и вот идет задняя часть этих 10 лицевых дорожек я разделила на пополам то есть вот относительно начала нашего ряда 5 лицевых дорожек здесь и 5 лицевых дорожек получается с левой стороны я думаю принцип деления петель вам понятен и по этому принципу вы сейчас должны разделить ваше количество петель после того как вы это схематически все поделили далее я рекомендую подготовить 4 маркера и вот относительно начала ряда у меня идут 5 лицевых дорожек вот я их и отсчитываю от начала 1 2 3 4 5 лицевая дорожка далее следующих 2 лицевых дорожки это будет идти наш клин поэтому вот одна и вторая лицевая дорожка клина между ними я повесила маркер на изнаночную петлю то есть это лицевая петля у нас уже вот и вот это идут в клин поэтому после маркера эту петельку я отступаю и дальше согласно вот моим расчетам я отсчитываю 10 лицевых петель то есть вот раз два три 4 5 6 7 8 9 10 и следующих 2 лицевых петли это будут идти петли следующего клина и вот между этими двумя лицевыми петлями я повесила второй маркер ну то есть по этому же принципу дальше вот развешивайте ваши маркеры на полотно шапки закончить вязание полотна шапки мы должны были сейчас тем рядом где изнаночную петлю мы провязываем изнаночной а лицевую петлю мы просто переснимали не провязывая оставляя рабочую нить за работой поэтому вяжем сейчас с вами первый ряд убавок изнаночную петлю я провязываю изнаночной а лицевую петлю соответственно сейчас по схеме я должна провязывать лицевой изнаночная лицевая сейчас до первого маркера мы должны не довязать 2 петель то есть вот лицевую петлю клина и изнаночную петлю которая расположена как раз таки вот перед лицевой лицевая и вот перед маркером у меня идут две петли изнаночная и лицевая петля сейчас этих две петли мы должны перевернуть и сделать так чтобы правая стенка и изнаночной и лицевой петли располагались перед работой то есть вот перед работой расположены две стенки этих двух петель и теперь этих две петли мы будем провязывать вместе с наклоном в правую сторону то есть за переднюю правую стенку две петли провязываю вместе лицевой петлей провязала далее я провязываю одну петлю изнаночную и вот после изнаночной петли это та петля которая отмечена маркером у меня идет лицевая петля и изнаночная петля этих две петли то есть после маркера мы будем провязывать также вместе но с наклоном в левую сторону правая стенка и одной и второй петли в моем случае уже расположена за работой поэтому две этих петли за заднюю правую стенку провязываем вместе лицевой петлей провязали и далее продолжаем вязать резинку 11 лицевая изнаночная лицевая изнаночная то есть теперь получается до следующего маркером и снова должны вот не довязать 2 петель вот лицевую и изнаночную и так перед вторым маркером у меня осталось две петли лицевая и изнаночная здесь точно также две петли я переворачиваю сделав так чтобы правая стенка и 1 и 2 петли располагались вот перед работой после чего две петли провязываю вместе лицевой петлей за переднюю правую стенку или вот наклоном в правую сторону после чего я провязываю одну петлю изнаночную это та петля на которой вот у нас висит маркер после маркера сразу следующих две петли это лицевая и изнаночная мы провяжем сейчас две петли вместе лицевой петлей с наклоном в левую сторону то есть за заднюю правую стенку петли и одной и второй мы провязываем вот две петельки вместе после чего я продолжаю провязывать резинку один на один лицевую петлю провязываю лицевой изнаночную петлю изнаночной лицевая изнаночная и так далее сейчас самостоятельно сделайте убавление около 3 и 4 маркера точно так же как мы сейчас с вами вместе сделали убавление около первого и второго маркера то есть довязываем этот ряд до конца и так я довязала первый ряд убавок до конца то есть около каждого маркера мы убавили по одной петельки в начале и в конце вот нашей вот этой регланной линии теперь приступаем к вязанию второго ряда убавление петель мы с вами будем делать через один ряд поэтому сейчас во втором ряду нить контрастного цвета я перебрасываю на правую спицу и сейчас по рисунку мы с вами провязываем этот ряд без убавок то есть сейчас изнаночные петли мы провязываем изнаночными а лицевые петли мы снимаем не провязывая оставляя рабочую нить за работой изнаночная лицевую петлю снимаю оставляя рабочую нить за работой изнаночная и лицевая и сейчас около регланной нашей вот этой линии будут идти вот здесь две подряд лицевых петельки то есть вот изнаночная и 2 петли лицевых подряд здесь смотрите петля которая у нас расположена около маркера это идет регланная линия получается изнаночная и вот следующую лицевую петлю мы будем провязывать обычной лицевой петлей а вот лицевая петля нашего клина ну или вот регланной этой линии мы ее снимаем не провязывая оставляя рабочую нить за работой далее изнаночная петля 2 клина и и мы снимаем не провязывая оставляя рабочую нить за работой а следующую петлю лицевую которая находится около клина мы ее провязываем лицевой то есть так мы будем делать с лицевыми петлями которые будут располагаться рядом друг с другом то есть петлю лицевую клина и 1 и 2 мы всегда снимаем а петля которая идет рядом лицевая то есть здесь перед клином а здесь после клина мы их будем провязывать обычной лицевой петлей несмотря на то что по рисунку все лицевые петли мы должны переснимать для того чтобы в этом месте не образовывались большие дырки это в том случае если бы мы вдруг пересняли 2 подряд лицевых петельки то есть сейчас таким образом мы заканчиваем вязать этот ряд изнаночная лицевую снимаю оставляя рабочую нить за работой второй ряд я довязала до конца провязывая наш узор по рисунку приступаем к вязанию третьего ряда в третьем ряду около клина мы также будем делать убавление петель поэтому сейчас изнаночные петли в третьем нечетном ряду я провязываю изнаночными лицевые провязываю лицевыми изнаночная лицевая опять получается мы не довязываем 2 петель до маркера сейчас у нас по рисунку это будут идти 2 лицевых петли расположенные рядом друг с другом то есть вот маркер и вот идут две подряд лицевых петельки здесь этих две петли мы должны провязать вместе с наклоном в правую сторону у первой петли правая стенка расположена перед работой поэтому мне сейчас эту петлю нужно переснять для того чтобы перевернуть вторую петельку то есть мы сейчас должны посмотреть внимательно на наши петли и сделать так чтобы вот правая стенка петли это если мы петельку развернем правильно и ровно правая стенка расположена вот перед работой и 1 и 2 петельки и теперь за переднюю правую стенку две петли провязываю вместе лицевой петлей провязала далее провязываю одну петлю изнаночную и вот идут следующих 2 лицевых петли здесь также 1 петля правая стенка расположена вот за работой а у 2 петли правая стенка расположена перед работы поэтому вторую петлю я переверну то есть мы делаем после маркера так чтобы и у одной и у 2 петли правая стенка располагалась за работой после чего 2 петли за заднюю правую стенку я провязываю вместе лицевой петлей или вот с наклоном получается в левую сторону после того как две петли я провязала вместе я сейчас продолжаю вязать резинку 11 лицевые петли провязываю лицевыми изнаночные изнаночными опять не довязываем получается до 2 маркера 2 петель это будут идти также 2 рядом расположенных лицевых петельки до 2 маркером основа не довязываем 2 петли переворачиваем этих две петли сделав так чтобы правая стенка и 1 и 2 петли располагалась перед работой и за переднюю правую стенку две петли провязываю вместе лицевой петлей далее провязываю одну петлю изнаночную из следующих 2 петли мы переворачиваем сделав так чтобы и у 1 и у 2 петли правая стенка располагалась за работой и 2 петли провязываю вместе лицевой петлей за заднюю правую стенку так мы вяжем этот ряд до конца делаю убавление около каждой регланной линии и так я довязала до конца третий ряд делая убавление петель около каждого клина следующий четвертый ряд мы будем провязывать все петли по рисунку в четных рядах по рисунку это значит изнаночную петлю провязываю изнаночной лицевую снимаю не провязывая оставляя рабочую нить за работой то есть сейчас после того как убавление петель мы сделали два раза то есть вот идет наша линия клина то есть получается изнаночная петля лицевую петлю эта петля клина я снимаю оставляю рабочую нить за работой изнаночная лицевую снимаю оставляя рабочую нить за работой изнаночная лицевую снимаю и так далее то сейчас мы вяжем этот ряд до конца и таким образом мы сейчас будем дальше делать самостоятельно все необходимые убавления через один ряд по тому принципу который только что мы вместе с вами провязали то есть через один ряд мы будем провязывать две петли вместе так мы убавляем все петли нашей макушки и так вот я сделала все убавления на макушке то есть закончила делать убавки я в тот момент когда вот смотрите я уже полноценно не смогла убавить около каждой регланной линии по одной петельки то есть если сейчас вязание посмотреть наше развернуть то есть идет смотрите регланная вот это наша петля дальше идет одна изнаночная петелька и сразу идет следующая регланная петля клина то есть все здесь я сделала все убавки и сейчас на спицы здесь у меня осталось всего 16 петель здесь смотрите я делала убавки в тот момент когда петель у нас осталось уже немного я перешла на вязание макушки чулочными спицами основное полотно вот здесь шапки я вязала спицами четыре с половиной миллиметра а закрывала петли макушки я чулочными спицами 4 миллиметра и теперь после того как мы сделали все необходимые убавления петель мы берем и все оставшиеся петли будем стягивать для этого смотрите вот идет последняя провязанная петля на которой расположена рабочая нить идя против часовой стрелки я сейчас пересниму все петли на последнюю провязанную петлю то есть у нас сейчас в конце должна остаться одна последняя петля это та петля на которой расположена рабочая нить и вот все петли я по порядку переснимаю на эту последнюю провязанную петлю все петли я пересняла на последнюю провязанную петлю последнюю эту петлю я беру вытаскиваю вот по длине и далее ниточку от ма . я обрезаю после чего в эту нашу последнюю петлю я продеваю нить которую обрезала отма . и петельку аккуратно затягиваю теперь с помощью крючка мы эту нить сейчас должны вывести на изнаночную сторону после чего шапочку мы также выворачиваем на изнаночную сторону и вот все кончики но в моем случае у меня их два от вот здесь конца нашего вязания и от наборного края мы прячем самостоятельно вот данный кончик мы прячем по изнаночной стороне любым удобным для вас способом и вот друзья после того как по изнаночной стороне мы спрячем кончики наша шапочка будет полностью готова сейчас шапку нужно обязательно постирать после стирки во первых полотно будет более пушистая более эластичная и петли станут более ровными красивыми и аккуратными теперь давайте на данном этапе измерим высоту шапки общую и измерим сколько нам понадобилось сантиметров вот здесь для убавления петель макушки отворот у нас у шапки идет фиксированный поэтому вот отворот мы отвернули ровно полотно раскладываем и измеряем высоту шапки общая высота шапки сразу после того как мы ее связали не стирали получается общая высота равна ну вот смотрите практически 24 с половиной 25 сантиметров ну и на убавление макушки вот здесь мне понадобилось примерно вот расстояние равное но 6 примерно сантиметром теперь как я сказала шапочку мы обязательно должны постирать и в итоге вот такая красота у нас с вами должна получиться как шапка смотрится после стирки это вы можете посмотреть в самом начале видео или принципе вы это уже могли видеть поэтому друзья надеюсь данный мастер-класс был для вас полезным и понятным обязательно поддержите это видео пальчиком вверх подписывайтесь на мой канал сейчас мы с вами будем прощаться до новых встреч и всем пока пока пока